Школьно-спортивного клуба «Самбо-Феникс» Ура! 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 В Мордовии стало на один спортивный зал больше. В рамках федерального проекта «Самбо в школу» секция по этому виду спорта открылась в Саловской среднеобщеобразовательной школе. До этого у местных детей была возможность заниматься командными видами спорта и шахматами. С открытием нового отделения теперь юноши и девушки могут попробовать себя в единоборствах. Ребята очень долго ждали этого торжественного момента. И вот, наконец-то, мы подошли к этой черте, знаменательной, стартовой. Мы хотели бы поблагодарить федерацию «Самбо» Трушкиного, Владимира Геннадьевича, Архипова, Евгения Николаевича в помощи нам. Они оказали очень активную помощь. Благодаря им мы так быстро все это сделали, оформляемся и открываемся. В качестве тренера руководство федерации «Самбо Мордовии» порекомендовало опытнейшего специалиста. Мастера спорта Советского Союза Владимира Ширяева. Не так давно ветеран 6-го отдела МВД и Волговятского РУБОПа перебрался из Саранска в поселок Комунар на постоянное место жительства. Я знал, что за школа, что за руководство здесь. И как надо быстро это делать. Мы даже вот, ребята, по-быстрому приобрели форму, собрали и ковер привезли уже с других, неиспользуемый, чтобы быстрее начать тренировки. Ребята очень успешные, трудятся хорошо, талантливые – это бесспорно. И я вот как мастер спорта Советского Союза, я занимался лучших тренеров страны, могу оценить их успехи. И заверяю и ребят, и руководству школы, что я все силы и умения свое отдам, чтобы воспитать настоящих спортсменов, поднять их до высокого уровня и будут настоящими мужчинами в будущем. Аналогичные секции достаточно давно работают в двух школах Саранска, а также в Торбеевском, Темниковском и Ковылкинском районах. Там уже есть первые успехи. На недавнем первенстве ПФО, которое проходило в Самаре, представительница нашей республики Юлия Шишкаева стала победительницей и завоевала право выступить на финальном турнире, который пройдет в Кстово. Разработана программа с первого по 11 класса. И самый основной момент – это элементы в жизни безопасности. Это падение, это страховки, это с чего начинать нужны элементы. А потом уже старшеклассники переходят, они изучают, естественно, уже элементы борьбы, именно спортивной борьбы. Будем приобретать и ковры, и кадры, и семинары проводить будем. Ну, наверное, сегодня важно, чтобы директора школ услышали вот эти моменты, потому что бесплатно, ну, приблизительно 500 тысяч в школу дадут инвентаря, ну, наверное, такого больше ни у кого нет. Это вот Федерат Самбо именно предоставляет. И, наверное, тоже один из главных моментов условий в договоре, что все секции бесплатно. Все, что они предоставляют, ковры, иммуниции, значит, деньги детей собирать нельзя. Открытие секции Самбо стало большим событием в жизни Саловской школы. Занятия начались около месяца назад, но желание тренироваться уже изъявили больше двух десятков учащихся. В ближайшее время школа получит спортивную форму и новый большой самбийский ковер, поскольку на нынешнем тренироваться уже тесновато. Юрий Осипов, Игорь Гангаев. Программа «Наш спорт».